А еще у нас общественное движение «Родители против наркотиков». А вы тоже, представьтесь, пожалуйста. Мелика Юрий Александрович, начальник Южноукраинского, международного отдела в БОСКО. Вот мы хотим спросить в Южноукраинске, вот я еще как бы, не знаю, в Николаеве у меня уже где-то более 500 членов нашего движения «Родители против наркотиков». В Николаеве, ну, вопрос стоит с наркотиками. Стоит ли проблема в Южноукраинске с детским подростковым пьянством и алкоголизмом? С пьянством и алкоголизмом? С пьянством, да. Табакокурением, ну и, естественно, наркомания. Ну, я не могу сказать, что проблема с пьянством, с курением, она везде есть. Это для общества, оно всегда такое опасное. Но в Южноукраинске можно увидеть такую картину? Я вот, честно, давно не был в Южноукраинске. Можно увидеть такую картину, когда дети ходят с пивом, водку пьют? Ну, я думаю, Южноукраинск – это же не отдельное государство, оно везде там. Ну, везде там. Это… Я не могу, затрудняюсь, так сказать, ответить. Но есть такой бич везде, мне так кажется. Чтобы, допустим, так поголовно все ходили с пивом, все ходили с пивом, но такого нет. Ну, есть одиничные факты, как везде, кто-то где-то. Можно проехать по городу и день, и два, и не увидеть никого. Можно в один день кого-то увидеть. Вот такой я, честно говоря, не анализировал данную ситуацию. Традиционный, традиционный уже такой вопрос. Что бы Вы пожелали нашему такому вот движению, молодому? Мы недавно только открылись, родители против наркотиков. Мы делаем первые свои шажочки. Что бы Вы нам пожелали в нашей такой вот работе? Ну что, успехов, взаимопонимания, в первую очередь, и поддержки от местных властей, от администрации, от правоохранительных органов, чтобы у Вас получилось то, что Вы задумали, сложился коллектив и побольше членов Вашего общества, влияние. Спасибо. Спасибо.